День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. День в день, час в час, минута в минуту. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброе утро. Утро дождливого понедельника. Начинается программа «Добро пожаловаться». Олег Пеков в студии. И сегодня, как и обычно, по понедельникам на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Также эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвр Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У нас телефоны прямого эфира, по которым вы можете дозваниваться в студию, задавать вопросы 67212-93-9, 67213-93-9. Можно также писать на WhatsApp 2306191, 2306191, задавать ваши вопросы в письменном виде. Это, кстати, может быть, даже и удобнее, потому что иногда кто-то не успевает, долго ждет, пока ответит на один вопрос, не успевает его задать. Ну, может быть, начнем действительно с темы, которую мы затрагивали не раз, сложных проблемных соседей. Просто недавно проходила информация о том, что где-то в Зипникалнсе, в общем-то, неадекватный человек выбрасывает мусор из окон и даже, по-моему, выливает там содержимое ночного горшка на головы соседям, который проходит внизу. И вот, ну, это, правда, в социальном доме, там понятно, что человека, скорее всего, выселят из этой жилплощади, но вот тема таких вот странных, немножко неадекватных соседей. Тут просто читал, мне приходит рассылка, советы, деликатные советы говорят, что если у вас телефон с будильником, пожалуйста, не кладите его на ламинатный пол, потому что вибрация в многоквартирных домах может быть слышна вашим соседям снизу. Ну, и вот такие заботливые вещи, чтобы не помешать, не дай бог, там, не разбудить раньше времени соседей, которые, может быть, хотели бы спать. А в то же время есть люди, которые и сверлят, и долбят, и ходят громыхая, там, бегают, или там дети бегают по квартирам и днем, и ночью, и от этого тоже вот создают проблемы. Есть ли какие-то управы на такого рода соседей? Ну, скажем так, я бы ответил так, ваш вопрос надо делить на две части. Первая – это шум. Шум в квартирах от ремонта, шум квартиры, извините, от детей или от того, что, ну, там, обувь снимать. Громкая музыка, да. С этим шум, ну, громкая музыка, компания, ну, и так далее, все, что связано с шумом. Это вопрос более-менее, если вообще там живут люди, то этот вопрос решаем, потому что на самом деле есть все-таки нормы, которые власят о том, что, живя в квартире, ты не можешь создавать помеху и неудобства соседей. Такая норма, она расплывчатая, но она есть, как правило. Если вы начинаете, ну, сначала рекомендация попытаться поговорить с людьми, потому что, может быть, люди просто не ощущают или не понимают, что... Ну, можно не знать, что это создает проблему другим, можно не чувствовать. Поэтому, в первую очередь, переговорить – нет, но можно привлекать муниципальную память. Как правило, она реагирует, и несколько настойчивых вызовов, в конце концов, ведут либо к осознанию соседей то, что надо в соответствии с себя, будет немножко по-другому, либо это ведет к административным документам, ну, уже фиксация административных правонарушений и соответствующим санкциям. Как правило, этот вопрос решается. Вторая часть вопроса – это то, о чем вы упомянули в самом начале. Были у нас такие случаи. Как правило, это проявляется у людей, у которых неадекватная психика. Чаще всего. И выражается это в двух вещах. Есть стихи такие. Товарищи, которые начинают, собирают мусор в виде драгоценных вещей, заполнять ими свою квартиру, помещение общего пользования и так далее. Причем остановить деятельность этих людей не представляется возможным и, в принципе, здесь нет никакого регулирования. В квартире может быть ужасная антисанитария, в квартире может быть нарушены всевозможные правила и законы в отношении пожарной безопасности, санитарного содержания и так далее. Мер воздействия нет. Я просто могу сказать, что меры воздействия нет. Счастье, если у этих людей есть собственники, есть родственники, которые о них более-менее заботятся. Допустим, такой случай, что не могут проживать совместно в силу разных причин. Может быть, удаленность. Но, тем не менее, есть люди, которые о них могут немножко позаботиться и каким-то образом о них воздействовать. А в другой ситуации нет никаких вариантов. То есть, если человек, например, там, ну, я не знаю, там, вонь идет из квартиры, там, человек какие-то действительно антисанитарные, или разводит там клопов там или тараканов из-за остатков пищи. Вариантов нет. Вариантов нет. Но у меня были в практике квартиры, когда человек умирал на пороге своей квартиры, то есть он у входа делал такой ступчик из мусора, на нем сидел, на нем справлял все свои естественные потребности, там же и питался. Все остальное за спиной высшего человеческого роста было заложено в содержимое со свалом. Ничего мы не могли сделать. Пока человек не ушел бы в меры, ну, ничего не могли сделать. Кошмар. То есть... И механизмов, я бы сказал так, механизмов нет. Но по идее ведь это же действительно люди с нарушенной психикой, то есть какие-то медицинские к ним меры... Психиатрическая помощь у нас добровольная. То есть если человек... Если человек впадает в буйную стадию, буйную фазу, ну, тогда можно каким-то образом вызвать там полицейских, полицейские вызывают психологическую бригаду, специализированную бригаду, тебя увозят на 2-3 дня, успокаивают его, и он возвращается назад и живет дальше, как жил раньше. То есть этот вопрос, я не призываю там каким-то репрессиям, но этот вопрос, если кто-то в доме сталкивается с такой проблемой, то я могу сразу сказать, что я никаких особых решений не могу порекомендовать, я вообще решить не могу порекомендовать. Были случаи вот такие, такой ужасный, как я рассказал, второй случай был, да, в окно выкидывался. В силу опять-таки, в силу психологических сдвигов человека. Вся стена была залита. Тоже нехорошо закончилось. И было еще пару случаев, когда из подвала возили по 30-40 грузовиков мусора. То, что натаскивал человек. Причем ты уберешь его, а он тут же тащит опять. Мер воздействия на таких людей нету, так что это тема, я бы сказал, тема для тех, кто должен был бы думать об этом и издавать соответствующие нормативы. В том числе и санитарной и эпидемиологической службы, это вопрос к ним. Правильная санолимпедстанция в советское время такие вопросы решала на разу. Сейчас, нет, и даже вызвать, а не войти в квартиру. То есть без согласия жильца не могут попасть в квартиру? Ну, практически. Я не знаю, может быть, Айвар что-то скажет, каким образом это можно все поменять. Но я не вижу. Айвар? Да нет, нет такого. Нет такого закона, как мы помним, в прошлом году там еле-еле поменяли закон о том, чтобы менять принудителем порядки, если нужно менять трубы, из-за того, что есть какой-то засор или страдает весь дом из-за отопления, например. Но вот этот фактор о том, что антисанитария, этот фактор законодатель, к сожалению, пропустил. Даже если, например, человек действительно выливает что-то из окна, и это попадает на стену дома, и это наносит ущерб самому зданию, тоже его невозможно... Полицию нужно вызывать, могут ли они это квалифицировать под какой-то статью, под тот же самое хулиганство и так далее. По аналогии, если из граффити кто-то бы обрисовал стену. Да, ну, скорее всего, как в советское время говорили, был бы человек, найдется бы статья, да? Да. Так что здесь, наверное, можно найти, что... Именно у меня такой случай был в реновированном доме, сразу после реновации появились узоры. Именно из-за этого. Не находится статья, потому что полиция должна поймать, зафиксировать факт. Не следы, а именно прийти в тот момент, когда шаловливые ручки это производят. Ничего не получилось. Никто там стоять и дежурить не будет. Я могу сказать, что это вопрос... Я бы еще раз подчеркнул. Это вопрос невершенный, у него решения нет. Скажем, нормального какого-то пути, вот делай А, Б, С, и ты получишь результат, нет. Кстати, вот действительно вопрос с разрисовкой вот этой граффити подъездов и вообще наружных стен домов. Ну вот я живу в доме, который периодически сталкивается с этим. То есть там смывают, стирают, и потом опять появляются эти надписи. И, конечно, это вызывает жуткое раздражение и какое-то негодование жильцов. Поймать невозможно, то есть установить круглосуточное дежурство нельзя. То есть это где-то ночью, наверное, появляется. Вот в этом случае... Это же трудно сказать, когда это появляется, но с этим бороться тоже практически невозможно, потому что нужно поймать на месте и зафиксировать юридический факт того, что именно этот товарищ там производил это действие. Просто поймать, допустим, пацана с баллончиками, ну и что? Это невесенный тоже вопрос, но я думаю, что вопрос графики, это в значительной степени вопрос воспитания. Я не верю, что родители этих детей или этих подростков не знают, чем занимаются их дети. Не верю. Но для этого должен быть довольно приличный арсенал баллонов, должны быть деньги на это делать. Наверняка не проходит это и бесследно для одежды, так что это вопрос воспитания в первую очередь. А ущерб колоссальный, конечно, потому что я могу сказать, чтобы качественно исправить то, что происходит после графики, это нормальная покраска стены, это стоит достаточно хороших денег. Это, с одной стороны, но беда в том, что если какой-то, я извиняюсь, нехороший человек выбрал эту стену для своего художества, как правило, и ты ему, убирая его творчество, закрашивая его творчество, ты создаешь ему новое полотно, и он там не отстанет. У меня было такое в практике, что мы одну стену не трогали лет пять, видимо, пока не подрос товарищ, который этим занимался. После этого просто закрасили, больше никто не принялся. А в принципе, я бы призвал всех и объяснить своим детям, и тем, кто очень любит такого рода творчество, что все-таки это нужно делать, наверное, напомню, листик гипсокартона, а не на стене, который люди вложили солидные деньги в приведение ее в порядок. А зачастую это, скажем, на бетонных стенах и отмыть-то невозможно, и закрасить-то нечем. Это испортит связь у весь фасад здания. Ну да, у нас получается, в принципе, какая-то такая немножко печальная тема, потому что видно, что управу найти практически невозможно, даже если буквально чуть ли не за руку ловить такого рода нарушителей. Погода тоже подсказывает следующую тему. Сейчас ветер, дождь, опять-таки перепады температур. Вот чем это может грозить для жильцов, может быть, многоквартирных домов? Насколько нужно ли озаботиться состоянием крыш, чтобы не стали они протекать, или там ветер сильный не сорвал, какие-то, может быть, конструкции не повредил? Ну, с ветром там, конечно, все сложно, потому что ты не можешь предсказать, как он повлияет. Зависит очень от многого. Крыши сейчас, я думаю, в основном там, где они не обслуживались нормально, они сами о себе очень хорошо напоминают. Большая проблема сейчас с ливневкой. Особенно в микрорайонах вы видите, что есть много луж, потому что в силу таких погодных условий и нечеткой работы общегородской ливневой канализации очень многие ливнеприемники на улице, эти колодцы, они промерзли довольно глубоко. И сейчас зачастую вода не уходит с улицы, именно потому что там есть препятствия для ее ухода. Вот в этом я вижу такую проблему. Ну и, конечно, сейчас, я бы сказал, даже вреда больше наносится не столько крышам, сколько дорогам, внутриквартальным в том числе. Сейчас начинается разрушение, интенсивное разрушение этих дорог в силу таких погодных условий. Ну а следить, следить надо за всем, тут ничего не сделаешь, никуда ты не денешься. Я смотрю, у нас, к сожалению, по-моему, телефонные линии не работают. Я вижу, что дозвониться, к сожалению, невозможно по телефону 6-7-212-93-9, поэтому, может быть, можно использовать связь вот через WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Да, и тогда, наверное, перейдем к еще одной такой, наверное, теме же. Вот трепещая, она может быть, ну, не совсем по адресу, но, тем не менее, вот мы видим, что себестоимость строительства растет очень большими темпами, и серийные дома обещают, что будут, серийные квартиры будут дорожать. Вот насколько сейчас вот эта тема может каким образом отразиться на обычном обывателе? Насколько сейчас мы видим, что, ну, затормозилось из-за ковида строительство новых квартир? Вот чувствуется ли рост, каким образом этот рост жилья может отразиться, ну, вот на владельцах квартир многоквартирных? Вы знаете, я скажу, Айвар дальше расскажет, он больше профессионал в этой области, я скажу только так. Если у тебя единственное жилье, которое ты используешь для жилья, то на тебя это никак не отразится. Дороже, дешевле, ты все равно не продавать, не перемещаться, никуда не собираешься. Если начинаются какие-то движения, ну, вот сюда тенденция, наверное, Айвара лучше, гораздо расскажет. Ну да, если мы говорим про рынок, недвижимость – это одно, но второе, которое связано все же вот непосредственно с нашей отраслью, это дороговизна ремонтных работ и нехватных материалов. То есть, если вы вот про первый пункт, про рынок, что происходит, да, цены идут вверх, то есть, сравнивая цены, там, в конце года все заметили, что Вильнюс, Рига и Таллинн, они находятся на разных, скажем так, ценовых категориях, и из этого, скорее всего, цены в Риге на жилье будут расти и постепенно-постепенно выравниваться. Достигнут ли они Вильнюс, Таллинн? Может быть, нет настолько быстро, но все-таки они будут выравниваться, идти вверх. Что это значит? Это значит, что какая-то часть, скажем так, клиентов, они будут взвешивать, и они хотят действительно купить эту квартиру, да, которая там подорожала, да, там копили-копили, рассчитывали на 45-50 тысяч, она уже 60, стоит уже 65 и так далее. Или же лучше арендовать, да, и то, что мы видим по отрасли в целом, что сюда заходят большие инвестиционные фонды, да, тут уже намечается третья такая большая сделка с, скажем так, с портфелями уже домов, которые предназначены для сдачи аренды именно, да, они именно так строились, восстанавливались именно по сдачу аренды. И вот это чуть-чуть поменяется, если мы говорим про рынок в каком-то другом масштабе, да, не специфично на коммунальную сферу, но то, что касается всего этого бума строительного и всего остального, ковида, да, то, что были проблемы с поставками, буквально тоже в прошлой неделе, что в конце недели там получал звонки от людей, которые там заказывали работы в начале прошлого года, где-то, да, там, и не могут выполнить, не могут никак попасть, и спрашивали софета уже, а что делать? Да, та же самая проблема с нехваткой ваты, да, для утепления. И нигде ее нет по той цене, которая была поставлена в сметах, которые были, да, в начале, там, или в середине прошлого года, поскольку они скакали вверх. Так что, если мы возвращаемся к нашей теме, именно к коммунальной теме, к выполнению ремонтных работ, ну, конечно, если отрасль целиком идет вверх, да, и строительная работа становится дороже, то и все ремонтные работы, и революционные работы, они тоже, как бы они часть, все эти строительные отрасли, они станут чуть-чуть, но дороже. Ну, инфляция нас ожидает в этом году по всем параметрам. То есть, следующий пункт обязательно, который нужно будет сейчас решать правительство, это коммунальные вопросы, как-то они помогли, ну, что же сделать вот с простой едой, с тем, что люди идут и покупают в магазинах, там же тоже уже, там, корзина наша становится каждый день дороже и дороже. А получается ли так, что вырастает действительно стоимость запланированного ремонта, и каким образом это может, ну, отразиться, ну, то есть, были составлены сметы в прошлом году, а в этом году все поменялось, то есть, как это все отразится на ходе ремонтных работ? Ну, как отражаются? Просто не могут выполнить за те деньги, сейчас идут переговоры, да, там, ну, или менять цену, или менять спецификацию работ, да, на другой материал, да, каким-то образом, в всяком случае, ну, цена идет вверх, работа становится дороже, материал становится дороже, из-за этого вот все ремонтные работы становятся дороже, да, и то, что люди копили годами, да, там, в тем же самих накопительных фондах, да, там, домов, те деньги по отношению к тем работам, которые нужно выполнить, они стали, ну, не настолько значимыми, да, там, если они, там, копили, 10 лет накопили, там, 30 тысяч, например, и планировали поменять крышу, ну, есть большой риск, что за 30 тысяч уже крышу не поменять, из-за того, что мы с лицами. Тут вопрос такой, что Айвер поднял вопрос о том, что вообще я боюсь, что нашу сферу ждет очень неприятный год. Первое, эти все активности по поводу повышения минимальной зарплаты. Домоуправление – это та отрасль, где все держалось на минимальных зарплатах. Если сейчас поднять минимальную зарплату на 150 евро, то это будет очень болезненный удар по собственникам квартир пожить. Потому что, ну, у нас 95% стоимости наших услуг – это зарплата. Соответственно, это сразу резко поднимет стоимость обслуживания. Плюс к этому ремонтные работы. Ремонтные работы имеют двоякий рефик. Во-первых, когда удорожание делает зачастую их, ну, просто цены уже получаются по некоторым позициям фантастические, отказы идут. Это первое. А не исполнение ремонтных работ ведет к повышению энергоресурсов. И, соответственно, опять-таки удорожание. Поэтому это очень тяжелая ситуация, на мой взгляд. Она будет несбалансирована. И пока не успокоится рынок энергоресурса, ничего не произойдет. Потому что отрасль строительных материалов – это отрасль энергонасыщенная. Там нужно очень много энергии потратить, чтобы произвести свои материалы. Тяжело будет. Тяжело и неприятно. Для многих это будет уже роскошью жить в квартире. Пришли вот у нас вопросы на наш WhatsApp. И, ну, один даже не вопрос, а скорее ситуация. На прошлой неделе нам пишут, по адресу экспорта 14 у соседей начала искрить газовая труба. Оказалось, что кто-то в доме незаконно подключился к электричеству. Это почти что привело к трагедии. Всю неделю у нас не было газа. Электрики, РНП ситуацию решить не могли. Мы вызывали спецов за отдельную плату. Прошла неделя. Мы так официально ничего не знаем. РНП говорит, что идет пока разбирательство. Подключена полиция. И мы ждем ответа, в безопасности ли мы сейчас или нет. Ну, вот... Дикий случай. Особенно учитывая, что повесили нулевой провод на газовую трубу. Это вообще дикий случай. Ну, а с другой стороны, я хочу сказать, что электроэнергия сейчас настолько дорогая, что следует ждать, что люди начнут искать какие-то пути. Особо я не призываю и не оправдываю, но я думаю, что сейчас начнут появляться подобные случаи. Дело в том, что с системой отопления сейчас так поступать нельзя. Раньше же какие-то старые времена вы использовали для этого дела систему отопления. Сейчас ее нельзя, она в основном из пластмассы. Ну, значит, будут искать другие заземляющие дикости. Но она обусловлена высокими ценами. Чем-то. Пишут еще одна проблема. Добрый день. Во время дождя у нас заливает лоджию. Причем заливают нас с верхнего этажа. Значит, лоджия застекленная. В силу домоуправления уже не верю. Три недели пытались добиться, чтобы просто поменяли лампочку на лестничной клетке. Вот спрашивают, что делать в такой ситуации, если с верхнего этажа заливают лоджию. Надо смотреть, почему. Так не ответишь. Что там происходит, в каком месте и что значит заливать. Это сосед остеклил сверху лоджию или он сам остеклил лоджию. Так не ответишь. Угу. Ну, то есть нужна дополнительная информация. Это вопрос технического характера. По лоджиям за эти годы видно было очень много случаев, когда заливали соседей. Потому что, к сожалению, если это в том числе новый проект. Тогда то, что мы как дом прав, видели, что, к сожалению, в Латвии строители не умели справляться с гидроизоляцией. И новый проект, который простоял 5-6-7 лет, когда мы принимали на обслуживание их там, в какой-то из квартир, ну вот, как закон, всегда была проблема с лоджией. Из-за этого, ну, эти вопросы, они всегда сложны тем, что непонятно, или это неправильная конструкция, или там изначально было что-то неправильное. Конструкция правильная, но неправильная она реализована. Или же владелец квартиры какой-то уже, второй, третий, что-то там снял какой-то слой и что-то там нахимичил, скажем так. Из-за этого, да, соглашусь с Сергеем, здесь однозначно вопрос, а ответа на этот вопрос нет, потому что там, ну, как практика показывала, тут обычно вызывали эксперта, который давал заключение, и на основании уже этого можно было дальше двигаться. Потому что всегда в этих вопросах кто-то винил кого-то другого. Кто-то считал, что вот лоджия – это ваша проблема, да, там, вот ты владелец квартиры, ты вот и давай делай. Ну, и тогда мы разъясняли ситуацию, что отчасти, да, там, где есть какой-то верхний слой и, скажем так, декор, это его проблема, но все же конструкция и все остальное, и гидроизоляция – это считается конструктивной частью дома. Да, и здесь эти издержки, они относятся к дому целиком, несмотря на то, что это как бы в вашей площади, в вашей квартире. Да, это разъяснительная работа. А потом, если уже известно, что нужно делать, где нужно делать, как нужно делать, да, тогда уже любой из вас может делать, потому что по закону это считается как конструктивная часть. По закону вы имеете право, поскольку это вас затрагивает, вы страдаете из этого, до направления не шевелится, да, ну, я бы разослал тогда всем надежцам у квартиры ситуацию. Вот такая ситуация, нужно делать, я готов этим заняться, если ни у кого там нет другого решения, вот я вот такого начинаю делать. И, к сожалению, я буду расставлять счета на всех остальных, потому что это касается конструкции. Ну, наверное, вот, если бы меня заливали лично, и до направления ничего бы не делало, да, я бы, наверное, так поступил, потому что так, наверное, быстрее, как через до направления, который лампочек не может поменять, но, скорее всего, над таким сложным вопросом, как конструкции, как гидроизоляции, как слои, юридические ответственности каждого этого слоя, ну, навряд ли они быстро смогут разобраться. Ну, вот вопрос вашей мотивации действовать, но действовать вы можете в полной программе. Может быть, возвращаясь к вопросу несколько предыдущему, наверное, многих заинтересует ситуация вот на рынке недвижимости, приведет ли она к тому, что арендовать квартиры будет действительно выгоднее, чем покупать, и какая вот есть разница, ну, какие-то подводные камни, вот, различия между собственником квартиры, который берет ее, ну, скажем, в ипотеку и платит, скажем, те же самые, как бы, деньги, или арендатором? Это рынок. У рынка есть спрос, есть предложение, да, есть ваш нужд, который вам необходим. Вы всегда можете легко сравнить, например, если вы хотите снимать или покупать в центре, в лявниках, выманьте, да, просто сравните, да, там, сколько эта квартира стоит, сколько это вам будет стоить брать кредит, с какой взнос вы будете платить, да, но вот, ну, я сам, например, лично я снимаю квартиру в центре. За эти деньги, которые я снимаю, я плачу за аренду, я бы никогда эту квартиру бы не смог выкупить. Ну, то есть мне не выгодно бы купать, мне выгоднее ее просто снимать. Вот и все, вот и всегда зависит конкретно ваша ситуация, да, стоит ли покупать, потому что жизнь долгая, как я говорю, да, ваши нужды по жизни меняются. Если я сам тоже, там, лет еще 20 обратно, 15 еще обратно, мне что-то ростом, может, лучше, как взять ипотеку на 25 лет и купить трехкомнатную квартиру в Москачке, да, ну, это свое, и через 25 лет я его выплачу, но ты потом понимаешь, что семья растет, то растет, то уменьшается, то меняется, да, и ваши нужды с этим тоже меняются, да, дети вырастают, и детей появляются в своей семье, и вам больше не нужна трехкомнатная квартира в Москачке, да, ну, вот и все, из-за этого всегда взвешивайте, нужно вам прыгать в этот поезд, который сейчас мчится вверх, или не нужно, да. Конечно, выгодно, если вы попадаете под какую-то из программ АЛТУ для молодых семей, для молодых профессионалов, да, и у вас, получается, поддержка государства, и таким образом, как бы, эта покупка чуть-чуть мягче, да, там, скажем так, и, ну, всегда взвешивайте, но недвижимость, с другой стороны, если есть какой-то капитал, и он свободный, да, и можно, вы платежеспособный, можете взять за, ну, недвижимость есть недвижимость, она во всем мире и во все времена оценивалась как один из вариантов вкладывания денег, да, просто нужно внимательно к этому подходить, и, ну, тогда вы можете быть тоже там уверены в том, что более-менее, если вы правильно покупаете, что это дешевле не станет, и если вам самому не понадобится, ну, вы можете также сдавать, да, там, вопрос по доходности, это уже второстепенный вопрос, это вопрос сохранности денег, скажем так, да, потому что деньги сейчас держать на счету станет невыгодно, так как инфляция погонит все издержки, все цены вверх, и, то есть, тем количеством денег, которое у вас было на счету, вы уже не сможете через какое-то время позволить ту недвижимость, которую вы могли себе позволить до этого. Вкратце так, у каждого своя ситуация, просто подумайте, что вас ждет 5-10 лет вперед, да, насколько вот вам это нужно именно покупать, связываться в ипотеке, да, потому что вот сегодня вы способны, завтра может случиться, и всегда легче собрать чемоданы и переехать меньше квартиру, надо в другой район, может быть, у вас работа такая, которая вот сегодня вы здесь работаете, а завтра в другом городе, да, там, то есть у какой-то менеджера или какой-то специалист, который, у кого-то профиля, да, которого могут кидать по всей стране или даже по другим странам, да, и второе, это, ну, насколько у вас есть какие-то свободные средства, если есть свободные средства, и вы хотите вложить, да, это один из хороших вложений, да, где деньги обычно не пропадают, если не покупать на пике, да, ну, ну, даже если те, которые купили на пике, ну, купили и купили на пике, да, они могли за это время в других образах потерять деньги, да, ну, зато остается недвижимость, да, рано или поздно они, цены карабкаются, карабкаются обратно вверх, да, ну, так что это всегда такой индивидуальный очень вопрос, и нет такого универсального ответа. Здесь каждый смотрит по себе и смотрите сами, какие у вас нужды, желания, возможности. Айвар, а вот вы сказали о том, что сейчас, в принципе, началось, ну, продолжается строительство даже вот как раз-таки зданий для сдачи в аренду, то есть насколько это приведет к расширению этого рынка действительно вот арендуемой площади и, ну, просто к тому, чтобы был выбор и в районах, и по стоимости, и по возможностям, там, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Ну, сейчас это, если раньше это было, скажем так, как индивидуальные, индивидуальные какие-то дома, там, которые перестраивались под доходные дома, да, то сейчас это уже как трендлайн, то есть как направление, куда специально, осознательно большие фонды, да, такие, которые вот на длительное время могут вкладываться, они сюда входят в Латвию и скупают по одному те вот дома, которые были как построены, как доходные дома, и заказывают еще, да, там, еще заказывают тот же самый Банави. Я знаю про одну сделку, который, да, это говорилось, один инвестиционный фонд с Банави, что именно не для продажи, да, как по квартирам, а именно для подсдачи в аренду потом длительную. Фонд специально уже заказывает как осознательно, да. В том числе же особенно поменяли закон о найм жилья, да, чтобы каким-то образом способствовать этот рынок, да, то есть сейчас уже выбор становится больше и больше, да, там, ну, просто, как управляющий это сейчас видим, я, ну, особо не залезаю и не ищу эти квартиры, да, там, такого рода проектов, но к нам обратился один инвестор, другой инвестор, и мы видим, что это уже как направление, куда вот такие стратегические большие вкладчики, да, они видят это как направление, куда серьезно входить, да, из-за этого выбора будет больше и больше. А чем отличается вот обслуживание этих домов, вот, скажем, ну, мы все время говорим о том, что есть общее собрание собственников квартир, которые могут принимать какие-то решения, а вот если это доходный дом и здесь живут просто вот жильцы, которые арендаторы, что эти жильцы могут делать, ну, вот, могут ли они принимать какие-то решения по обслуживанию дома? Юридически нет, и такое право, ну, нигде не даются им от имени владельца что-то решать, но там концентуальное отношение владелец-пользователь квартиры и дом-прав построено чуть-чуть по-другому, потому что владелец заинтересован, чтобы эти квартиры сдавались долгосрочно, то есть чтобы клиенты были стабильными, чтобы клиенты были стабильными, им нужно, чтобы все им нравилось, то есть другой уровень, то есть ты работаешь на качестве, но не на самую низкую цену, да, потому что все хотят, чтобы все было красиво, инвестор, который там жил много миллионов, он хочет, чтобы его недвижимость хорошо содержалась, не просто содержалась, и арендная плата вовремя платила, чтобы были хорошие клиенты, чтобы были хорошие клиенты, а не запрашивают хорошего качества. Из-за этого все же обслуживание идет другого уровня, как мы привыкли к среднему по городу, скажем так, назовем. Это выше класса, выше требования, чтобы все были довольны. Там идет именно сам, не только настрой, а сама суть бизнеса, в том, чтобы все были довольны. У нас, к сожалению, время закончилось. Я смотрю, что пришел еще один вопрос. Прошу мнение экспертов по гидроизоляции кровли полиуретановыми материалами. Мы, наверное, этот вопрос раскроем, осветим уже в следующей программе. Я обязательно передам его нашим уважаемым экспертам. Спасибо огромное. Айвер Гонтарев и Сергей Сидорко сегодня отвечали на ваши вопросы. Огромное спасибо. До следующего понедельника. До свидания. До свидания.